Добрый вечер, уважаемые трейдеры, с вами Мария Кухтая, вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтой. Ребята, в сегодняшнем обзоре свежие актуальные торговые идеи на предсящую неделю. Сегодня мы с вами посмотрим фондовый индекс, посмотрим нефть, натуральный газ. По этим инструментам есть интересные картинки для торговли, для анализа. В принципе, эти инструменты я советую поставить на свой торговый лист, об этом сегодня вам скажу свое мнение, озвучив в сегодняшнем обзоре. Это первый блок обзора, и второй блок сегодняшнего обзора, как всегда, разберу свои предыдущие публичные торговые рекомендации, те, что вы получали в прошлую субботу, 23 сентября, на моем YouTube-канале вышло видео с торговыми идеями, и соответствующее видео продублировалось на YouTube-канале компании «Маркет». Ребята, прежде чем мы с вами перейдем к сегодняшним обзорам, я бы хотела напомнить о том, что данное видео выйдет на моем YouTube-канале «Мария Кухта Трейдер» сегодня, 30 сентября, субботу, и продублируется в понедельник на YouTube-канале компании «Маркет», значит, уже 2 октября. Ну что ж, давайте тогда начинать с первого блока сегодняшнего обзора и торговые идеи на предстоящую неделю. Начнем с фондовых индексов. Ребят, фондовые индексы у нас продолжают смотреться на продажу, и на самом деле я еще ранее вам светла шартить S&P, Dow Jones, DAX, и сейчас предлагаю продолжать работать на снижение, на снижение по фондовым индексам. У нас уже хорошие шартовые тенденции образовались. В сторону этих тенденций продолжаю рассматривать фондовые индексы. Значит, давайте S&P посмотрим первый индекс, на который можно обратить внимание уже с понедельника. По фондовым индексам S&P 500 у нас отличный пролив низ произошел за последние 2 торговых недели. Шартовые импульсы, которые показали отработку предыдущего шартового паттерна. Ребят, я вам говорила о том, что здесь был неплохой шартовый, скажем так, тандем графический, да, по данным инструментам. И отработка шикарная у нас произошла. На самом деле, давайте покажу это видео, видео, где я советовала шартить фондовые индексы, в том числе и S&P 500 2 недели назад. Как раз мы торговались фактически на своих максимумах на то время у нас по S&P. Сохранялась хорошая шартовая картинка, хороший шартовый паттерн здесь был, и этот паттерн себя замечательно отработал. Что дальше? А дальше предлагаю продолжать шартить S&P, но вы должны понимать, что если рассматривать локальную картину текущую, то у нас присутствует, во-первых, сопротивление 43-40, это ключевой уровень откатной сопротивления, на который сейчас обращаем внимание, это раз. И второй момент, на который обращаем внимание сейчас по S&P, это то, что мы последние три дня находимся чуть-чуть в поджатии наверх. Для того, чтобы дальше работать в шарт, нужно это поджатие выровнять, и уже тогда спокойно шартить S&P. Но, тем не менее, есть у нас три дня накопления позиций, и это накопление позиций происходит в шартовом защитном импульсе, который произошел 26 сентября. Локальная комбинация шартовая присутствует, поэтому не удивлюсь, если уже с текущих индекс будет у нас снижаться. Но, тем не менее, для более уверенных шартов, для более уверенных точек входа, я бы посоветовала подождать еще локального выравнивания, чтобы у нас показали хотя бы локальную реакцию на максимум четверга в районе 43.15, потому что мы видим, что это локальный откатный уровень сопротивления в рамках свежего шартового импульса 26 сентября. Коррекция 43.18-43.20. Откатный уровень четверга мы удержали в пятницу, но, тем не менее, в поджатии наверх закрывается пятница, и, как я уже сказала, это желательно, чтобы мы на графике выровняли. То есть одна еще, возможно, дневочка понедельника у нас здесь покажет выравнивание, и со вторника уже можно уверенно шартисти S&P. Ну и рисково, рисково, если рассматривать дальнейшие продажи, то можно из текущих попробовать. В таком случае StopLoss выставить за максимум, который у нас был в пятницу, пятницу 29 сентября. Поэтому S&P шарты, ищем точки входа, ниже сопротивление ключевого 43.40, и уже обращаем внимание на реакцию на локальный зеркальный уровень сопротивления 43.15-43.20. Цель для падения – это пробитие поддержки 42.65. Следующая цель для падения минимума, которую мы с вами видели на прошлой торговой неделе, 42.40 и ниже. Поэтому шарты довольно хорошо просматриваются. По фондовому индексу S&P 500. Dow Jones. Давайте Dow Jones посмотрим. Ребята, на самом деле Dow Jones тоже вам советовала еще ранее. Шартить две недели назад торговые идеи S&P, Dow Jones, NASDAQ, и замечательная отработка здесь у нас произошла. Кто воспользовался моей публичной торговой рекомендацией на продажу фондовых индексов, в том числе и индекс Dow Jones, вы сейчас уже, скажем так, в неплохом профите, потому что вот это все движение вы могли забирать, если шартили Dow Jones, потому что я советовала шартить еще после закрытия пятницы 15 сентября, и уже с понедельника 18 сентября вы могли открыть продажи по данному фондовому индексу. Что дальше? Дальше шарты. У нас сейчас подтверждаются медвежьи направления по данному инструменту. Защитное движение у нас, импульс вниз присутствует, импульс вниз от 26 сентября. Последующий консолидация позиций. В отличие от S&P у нас здесь нет поджатия наверх, поэтому Dow Jones можно, в принципе, уже пробовать с текущих работать шарта. Возможно, еще у нас будет одна откатная внутренняя дневочка в рамках последнего импульсного движения вниз, которое произошло в пятницу 29 сентября. Присутствует реакция на откатный консолидационный уровень сопротивления 33,756, ниже этой ценовой зоны продажи. По данному инструменту рассматриваются. Цель для падения минимума прошлой торговой недели в районе 33,300 и ниже. Так, NASDAQ. NASDAQ тоже, ребят, еще ранее вам советовала шартить NASDAQ. Значит, на моем YouTube-канале в публичном доступе есть все видео. Если вы еще не смотрели, можете посмотреть. Если вы еще не подписаны на мой YouTube-канал, подпишитесь, потому что будете получать актуальные торговые идеи от меня. Значит, я, если есть какие-то хорошие паттерни, если есть какие-то хорошие информации по инструментам, я записываю обзоры, в которых соответствующие торговые рекомендации от меня вы получаете. NASDAQ. Не исключение. NASDAQ еще ранее. Светло Шартизь, S&P Dow Jones NASDAQ, торговые идеи две недели назад записывала публичный обзор, в котором Светло Шартизь, фондовый индекс NASDAQ, пятница, 15 сентября у нас закрылась. Я здесь отбирала торговые формации, как и по другим индексам по S&P Dow Jones, так и по NASDAQ. Все торговые формации отбирала по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг, ребята. И уже на текущий момент у нас произошла отличная отработка шартовой комбинации по данным инструментам. Что дальше? А дальше продолжаем рассматривать продажи по NASDAQ. Почему продажи? Потому что за последние несколько торговых дней, это фактически всю торговую прошлую неделю, мы продолжали набирать торговую позицию. И эта консолидация, я считаю, она шартовая, то есть эта консолидация подтверждает медвежье дальнейшее направление по NASDAQ. Если рассматривать данный инструмент с позиции моей авторской торговой стратегии, защитный трейдинг, защитное движение шартовую, у нас присутствуют импульсные проливы вниз, которые произошли 20-21 сентября, после чего коррекционные максимумы в районе 14-870 мы удержали. Фактически показали реакцию на этот откатный уровень сопротивления в пятницу на прошлой торговой неделе. Но обратите внимание, что по NASDAQ у нас еще присутствует сопротивление чуть пониже, 14-80. Возможно, оно у нас сработает, то есть ближайший уровень сопротивления сработает уже понедельник, вторник. Но есть у нас такой момент, как и с S&P, потому что последние три дня, среда, четверг, пятница на прошлой торговой неделе, мы показали локальное поджатие наверх. Для того, чтобы шартить NASDAQ, для того, чтобы консервативно открыть продажи по NASDAQ, нам нужно подождать соответствующего выравнивания, то есть реакции на ближайший уровень сопротивления 14-800, а возможно, как-то еще будем тестировать следующий уровень сопротивления 14-800-65. То есть эти моменты вы должны понимать, если торгуете данный фондовый индекс и, значит, если интересна ситуация по данному фондовому индексу дальнейшая. Но я считаю, что, в принципе, рисково из текущих можно попробовать открыть продажи по NASDAQ, потому что есть у нас неплохая консолидация позиций. Как я уже сказала, всю торговую неделю прошлую мы консолидируемся по данному фондовому индексу. Если открывать продажи, то стоп-лосс нужно выставить за максимумы, которые у нас были в пятницу. То, значит, 29 сентября показаны в районе 14-900-14-905. Поэтому в таком случае шартовые направления довольно хорошо просматриваются по данному инструменту. Рассматриваю шарты. Цель для падения. Первая цель – это ближайшая поддержка 14-515. Пробиваем 14-515, дальше уходим вниз. И перспектива для падения – это обновление минимума в прошлой торговой неделе и ниже. Так, еще из интересных инструментов, еще из интересных фондовых индексов я бы хотела посмотреть DAX. Ребят, и фондовый индекс Китая. Тоже интересная картинка у нас нарисовалась по этим инструментам. Что по DAX? По DAX, на самом деле, еще в прошлую субботу, на прошлых выходных, публично записывала обзор, в котором советовала шартить фондовый индекс DAX 40. Посмотрите этот обзор, последнее видео, которое есть на моем YouTube-канале. Значит, торговые идеи, среди которых и DAX. На продажу рекомендовала открывать данный фондовый индекс. Продажа себя шикарно просто отработала. Дальше, я считаю, что DAX у нас не закончил свое падение, но если сравнивать, допустим, с Dow Jones или с NASDAQ, то по DAX у нас довольно четко здесь прослеживается поджатие наверх, нет хорошего накопления позиций. По DAX нужно ждать обязательно реакции на либо сопротивление первое откатное 15-510, либо ближайшее 15-360 ценовой уровень сопротивления, максимум четверга. В рамках защитного импульса происходит сейчас текущая комбинация по DAX. Есть у нас защитные движения от 25 и 26 сентября, хорошие импульсные проливы вниз, которые показали отработку моей публичной рекомендации в шорт. Рекомендовала шортить DAX еще от сопротивления зеркального 15-580. Здесь мы, ребят, вырвались из консолидации, закрепились ниже. Одна откатная внутренняя дневочка от 22 сентября, она подтвердила шортовый импульс, который произошел ранее. И соответствующую реакцию мы с вами уже увидели по данному инструменту. Поэтому все-таки, учитывая характер консолидации, которая у нас по DAX была до этого, набор позиций замечательный. Мы пробили поддержку, как я уже сказала, ключевую 15-580, закрепились ниже. И в силу того, что сейчас мы находимся ниже ключевого уровня, который на текущий момент для нас является уровнем сопротивления. Поэтому я считаю, что DAX еще не закончил свое дальнейшее падение, поэтому среднесрочно продолжаю рассматривать продажи по DAX. Значит, на прошлых выходных я озвучивала свою позицию по данному инструменту, говорила о том, что среднесрочные перспективы здесь у нас присутствуют, и уже начало отработки есть. И дальше продолжаем искать точки входа в шорт. Ребят, когда будут хорошие точки входа в шорт, в том числе и по DAX 40, я обязательно буду давать торговые сигналы в своем закрытом телеграм-канале VIP Мария Кухта. Поэтому, кому интересно, если вы желаете получать всегда торговые актуальные рекомендации от меня, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал VIP Мария Кухта. Есть торговые паттерны, даю торговые рекомендации, даю торговые сигналы, торговую аналитику, и соответствующую информацию вы можете использовать для себя в своей торговле. Так, значит, по DAX, по DAX сказала, здесь чуть-чуть поджимаемся наверх, желательно, желательно это поджатие выровнять. Если будем уходить еще повыше, то, соответственно, перекрывать нужно будет это поджатие, и дальше работать шорт. Точки входа будем искать. Цель для падения – обновление минимумов, которые у нас произошли на прошлой торговой неделе и ниже. Так, интересный еще индекс, ребят, вот я посмотрела фондовый индекс Китая, неплохая картинка у нас здесь формируется, но один момент, один здесь есть момент, и это ключевая поддержка, которую мы удерживаем довольно длительное время, несколько месяцев. Все-таки индекс удерживает поддержку в районе 123,40, и никак не можем пробить эту поддержку. Но, учитывая характер давления вниз, который у нас присутствует за последний торговый месяц, я все-таки считаю, что эту поддержку в перспективе будем пробивать и дальше падать. Поэтому рискнула озвучить по китайскому фондовому индексу шорты, ниже сопротивления 12,590, неплохая здесь есть локальная комбинация, то есть тот импульс наверх, который у нас произошел ранее, 22 сентября, мы фактически полностью перекрыли и плюс сформировали локальную шортовую комбинацию. Это говорит о том, что лонговые движения не заходные, а выносные, выносные в рамках предыдущих давления вниз. Давление вниз продолжает сохраняться по фондовому индексу Китая, поэтому ниже сопротивление 12,595 с текущих, либо после локального еще до набора торговой позиции рассматриваю снижение по данному инструменту. С целью на пробитие поддержки ключевой 12,350 и ниже пробиваем эту поддержку, отличные шансы для дальнейшего снижения у нас открываются по данному фондовому индексу. Ну что ж, мы с вами с фондовыми индексами в принципе закончили, ребята, и давайте теперь перейдем к другим инструментам интересным. И натуральный газ. Посмотрим натуральный газ. Ну сразу скажу, что смотрите, вы должны посмотреть у своего брокера, какие у вас сейчас котировки по газу, потому что на самом деле очень отличаются котировки, особенно за последнее время. А в зависимости от того, брокер предоставляет фьючерсные котировки, либо же спотовые котировки, в зависимости от этого отличаются графики, в зависимости от этого отличаются и цены в принципе. Но вот то, что я сейчас анализирую, это у меня спот, спотовый рынок, натуральный газ, и я знаю, что у некоторых брокеров соответствующая графическая комбинация повторяется. То есть аналогично картинка такая же, как и у меня сейчас на графике. Если же чуть-чуть отличается у вас, у вашего брокера, картинка, ну вы можете сделать, значит, следующее. Вы можете рассматривать направление лонговой, потому что я буду все-таки рекомендовать дальше работать в лонг по натуральному газу. Направление лонговой рассматривать, а уже точки входа уже нужно будет искать, исходя из того, каким образом, каким образом, значит, ваш брокер предоставляет соответствующие котировки по натуральному газу. Поэтому сейчас будем смотреть на, как я уже сказала, спотовый график, обращаем внимание, да, и, как я уже сказала ранее, я знаю некоторые брокеры, повторяют ту картину, которая сейчас у меня на графике по газу. Поэтому лонги по натуральному газу рассматриваю. Здесь лонговая перспектива у нас отличная. Я еще ранее, ребят, я еще несколько недель назад, я вам советовала публично, среднесрочно покупать газ. После закрытия пятницы, 8 сентября, с понедельника, здесь можно было открывать лонги. Публично на обзоре я вам советовала работать в лонг по газу. Можете посмотреть это видео, торговые идеи здесь, среди других торговых идей, есть и надгаз. Соответствующая торговая рекомендация была дана публично мной, и закономерная отработка произошла еще, в принципе, ранее, да, видим, что прошли хорошие импульсы. Что сейчас? А сейчас направление лонговое сохраняется, подтверждается, поэтому дальше работаем в лонг по газу. Есть у нас свежий торговый лонговый паттерн, есть у нас защитные движения, лонговые импульсы от 18 и 19 сентября. Заходные импульсы, которые сейчас выступают в качестве защиты для текущих покупок. После чего коррекционное снижение до поддержки 2,628, реакция локально наверх с поджатием. Видим, что в этом поджатии сформировалась откатная локальная зона 2,696 в районе этого ценового уровня. Минимум пятница, минимум четверга прошлой торговой недели. Поэтому лонги здесь продолжаю рассматривать, лонги здесь неплохо прослеживаются. И перспектива для роста у нас какая? Значит, первая у нас локальная перспектива – это на пробитие образовавшегося сопротивления 2,790. Пробиваем эту ценовую зону, там уже дальше, в принципе, преград у нас для роста не будет. До района 3, я думаю, что очень легко мы вырастим. Поэтому среднесрочно продолжаем работать в лонг по натуральному газу. В силу наличия здесь хорошего усиленного лонгового паттерна со своими необходимыми элементами, я напомню, что все паттерны я отбираю для вас по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Ребята, здесь есть вся необходимая комбинация для того, чтобы с текущих работать в лонг по газу. Поэтому с текущих можно откроть лонги. Даже если чуть-чуть еще будем уходить на донобор торговой позиции какой-то локальной, тестировать откатную поддержку 2,695, но тем не менее это не помешает быкам подтверждать свои позиции по данному инструменту и дальше двигать цену наверх. Поэтому замечательная перспектива, среднесрочная перспектива, если вы еще не покупали, потому что, как я уже сказала, я еще ранее вам советовала покупать публично газ. Если вы еще не покупали, можете сейчас пробовать открывать лонги выше локальной поддержки 2,695 с целью на пробитие сопротивления в районе 2,795. И следующая цель для роста район 3. Так, и еще сегодня бы хотела обратить внимание, ребят, на нефть марки Brent. Brent давайте посмотрим. По нефти у нас, скорее всего, назревает коррекция. Несмотря на то, что уверенная лонговая тенденция по нефти у нас образовалась, за последние уже 3 торговых месяца мы фактически так уже трендово росли. Трендовый рост мы с вами видели по нефтемарке Brent. Но, тем не менее, сейчас у нас локально сформировался самый достаточный шортовый паттерн, который показывает возможность работать контртренд в шорт по данному инструменту. У нас есть реакция на сопротивление 94,15, максимумы, которые у нас сформировались в этом месяце, в месяц сентябре. Несколько раз попытались выйти выше этого уровня, но не получилось. И очередная реакция вниз произошла в четверг и в пятницу. Поэтому, ребят, самодостаточный шортовый паттерн со своим защитным движением. Коррекция у нас перекрыта. Есть неплохая комбинация в шорт. Работаем в шорт по нефтемарке Brent, контртренд. Но, тем не менее, перспективы для падения у нас есть. С целью на пробитие поддержки. Поддержка образовалась в районе 91,75, 91,2 ценовая зона поддержки. Я думаю, что эту поддержку будем пробивать с либо с текущих, либо как-то еще будем добирать торговую позицию в рамках последнего перекрытия. Почему еще можем добирать? Потому что нефть сейчас в локальном шортном движении. То есть сейчас она, возможно, уже готова двигаться дальше. Внезда, возможно, еще будет добирать торговую позицию. Но уже с вами увидим по факту. Даже если сформируют какую-то откатную еще внутреннюю дневочку, от нее спокойно можете работать в шорт. Поэтому ниже 94 с копейками, шорт по нефти с целью на пробитие поддержки 91,5, 91,7. И ниже, в принципе, я думаю, что мы обновим минимумы прошлой торговой недели и дальше будем двигаться в шорт. Какие-то еще более длительные перспективы для падения озвучивать сейчас не буду в силу того, что контртренд. Контртренд – это, соответственно, всегда более рисково, нежели по тренду. Но в силу наличия здесь самодостаточного шортового паттерна, я думаю, что нефть неплохую коррекцию должна отработать. А там уже будем смотреть по факту и сопровождать свои торговые позиции. Поэтому по нефти сейчас, по крайней мере спекулятивно, можно рассмотреть продажи. Ну что ж, ребята, это были торговые идеи для вас на предстоящую неделю. Первый блок сегодняшнего обзора, с которым мы с вами уже закончили. И давайте переходить к второму блоку, второй блок обзора. И это разбор моих предыдущих публичных торговых рекомендаций. Ребята, из предыдущих рекомендаций начнем из DAX. Ну, давайте сначала покажу видео, в котором я советовала работать с инструментами серебро, DAX и новозландский доллар. Видео, которое сейчас последнее на моем ютуб-канале Мария Кухта Трейдер, мой индивидуальный ютуб-канал. Ребята, подписывайтесь, кто еще не подписался, будете всегда получать актуальную аналитику, актуальный контент от меня с анализом основных финансовых инструментов. Так, значит, DAX советовала шортить. Закрывается у нас пятница, 22 сентября. И я на выходных в субботу, 23 сентября, в прошлую субботу записывала обзор, в котором публично советовала шортить фондовый индекс DAX 40. Посмотрите, как шикарно слили DAX. Уже фактически с понедельника мы показали локальный минимум и вторник очередной лоу по данному инструменту. Сейчас уже текущую позицию свою по DAX я озвучила. То есть, посмотрите, первый блок сегодняшнего обзора, где я анализировала данный инструмент. Но скажу в двух словах, что шортовая перспектива у нас сохраняется. Продолжайте удерживать продажи по данному инструменту. Как я говорила на прошлой торговой неделе, среднесрочная перспектива у нас здесь отличная. Отработка шикарная. Все торговые паттерны я отбираю по своей атерской торговой стратегии защитный трейдинг. Здесь у нас неплохая комбинация локальная была. Все это я анализировала на прошлом обзоре. Кому интересно, посмотрите. И если вы шортили DAX, вы могли неплохо заработать краткосрочно на прошлой неделе на продажах данного фондового индекса. Еще одна торговая рекомендация, которая была дана мной на прошлой торговой неделе, это НСД Юста. Ребята, новозландский доллар, валютный рынок я вам советовала покупать. Давайте посмотрим текущую картинку по новозландскому доллару. Значит, тоже видео. У нас пятница закрывается. Но кто регулярно смотрит мой ютуб-канал, Мария Кухтотрейдер, вы видели, что я еще ранее, ребят, еще ранее, неоднократно новозландский доллар рекомендовала покупать. Есть соответствующие видео на моем ютуб-канале. Посмотрите эти видео, кому интересно. Да, вот даже здесь у нас три недели назад новозландский доллар лонги и советовала открывать. Новозландский доллар здесь у нас, получается, две недели назад, да, тоже торговые рекомендации в лонг. Поэтому, если вы регулярно смотрели мои видеообзоры, вы могли еще ранее купить новозландский доллар и на этом отлично заработать. Но из последнего, то есть сейчас мы с вами разбираем последние мои торговые идеи, которые вышли на моем ютуб-канале Мария Кухтотрейдер в прошлую субботу, 23 сентября. Понедельник у нас, пятница, прошу прощения, у нас закрывается. И я советовала лонговать новозландский доллар. Как поддержку отмечала ключевой уровень откатный 0,5920. Как вы видите, у нас вторник, среда, донабор торговой позиции. И четверг, пятница, шикарная отработка в лонг, как и прогнозировалось. Но при этом хочу отметить, что публично на моем ютуб-канале Мария Кухтотрейдер в четверг, когда уже у нас сформировалась точка входа, вот почему я всегда обращаю внимание на то, что нужно ждать точки входа, нужно ждать соответствующего подтверждения. Не просто, да, видеть направление по инструменту, но и нужно понимать, когда можно открыть сделку соответствующую, на которой можно заработать и которая должна, в принципе, показать закономерную реакцию, если присутствует соответствующий торговый паттерн. Поэтому Новосландский доллар в четверг сформировал точку входа. Об этом я написала публично в своем телеграм-канале, про запрещение, Мария Кухтотрейдер. Написала, что Новосландский доллар у нас смотрится наверх. Посмотрите. Сделала картинку. На тот момент мы торговались возле ценовой отметки 0,5940. Сделала специально для вас картинку, для того, чтобы вы понимали, что смотримся наверх. Значит, и соответствующая у нас отработка произошла. Также написала, что торговая рекомендация актуальна, то есть это апдейт моих предыдущих публичных рекомендаций, по Новосландскому доллару сделала апдейт, что рекомендация актуальна, уже локально растем от поддержки 0,5920, которую я озвучила в видео. Поэтому вы могли воспользоваться и этой торговой рекомендацией, и, соответственно, заработать на лонгах по NZD-USD. Почему заработать? Потому что посмотрите, где у нас сейчас Новосландский доллар. Новосландский доллар у нас в пятницу фактически протестировал ценовой уровень 0,6050. Да, чуть-чуть задавили дневочку пятницы вниз, но пока дальше продолжаем рассматривать покупки, пока лонги у нас продолжают быть актуальными по NZD-USD. Шикарная отработка, шикарный торговый паттерн. Да, здесь еще и до набрали торговую позицию, но в рамках формации. Здесь ничего у нас не поменялось, защитные движения было тоже, консолидация позиций отличная. Еще ранее здесь у нас был лонговый паттерн, который я для вас отмечала, самодостаточный лонговый паттерн со своим защитным движением, со своей локальной комбинацией. И тоже отработка у нас произошла. Все публичные идеи, ребят, есть в открытом доступе на моем YouTube-канале MarieKuchtaTrader. Поэтому, кто регулярно смотрит мои видеообзоры, вы видите мои торговые рекомендации, и вы видите соответствующую отработку моих торговых идей. NZD-USD, Новосландский доллар, отличный, лонг. Первую цель мы достигли, цель, которую я озвучивала в обзорах 0,60. Да, и в принципе и выше, и выше в пятницу ушли, что не могло не порадовать. Так, ребята, и еще одна торговая идея была на покупку серебра. На самом деле серебру не отработало. Но смотрите, я покупки советовала торговать тогда, когда мы находились поджатим наверх, тогда, когда у нас еще сохранялась лонговая перспектива. Эти моменты тоже нужно понимать, когда происходит отмена сценария. Отмена сценария по серебру у нас произошла после первого импульса вниз, который сформировался в понедельник, 25 сентября. Был вопрос на моем YouTube-канале MarieKuchtaTrader по поводу серебра, можно ли покупать после первого импульса. Я написала, что нет, этот импульс нужно как минимум перекрыть, для того, чтобы дальше можно было работать в лонг по серебру. То есть у нас все-таки произошла отмена сценария, уже не покупаем, когда рынок в давлении вниз, тем более в движении вниз. Поэтому эти моменты нужно понимать, если вы торгуете. То есть нужно с динамичной позиции подходить к анализу графика, к анализу рынка. И, соответственно, серебро, во-первых, показало отмену сценария лонговую, и, во-вторых, здесь полностью перекрыло лонговую картинку. И вот это поджарится наверх, которое у нас сохранялось еще до этого, то есть когда я записывала обзор, да, потому что я обзор записывала на выходных, видела только закрытие пятницы. Ну, у нас картинка поменялась на шартовую, поэтому рекомендация уже была неактуальна. Я об этом тоже написала, как я уже сказала, в комментарии на моем YouTube-канале MarieKuchtaTrader в качестве ответа на вопрос по серебру. Так, ребят, ну, в принципе, в принципе, торговые идеи вы получили. Мы с вами проанализировали мои предыдущие публичные торговые рекомендации. Больше идей в закрытом канале с сопровождением, с анализом графиков, то есть не только торговый сигнал, но и торговая аналитика в закрытом канале. Если есть хорошие паттерны, да, они могут быть не ежедневно, то есть не каждый день какие-то комбинации формируются, потому что чтобы сформировалась комбинация, нужно время как минимум, чтобы сформировали защитные движения, и его подтвердили, а это несколько дней как минимум. Поэтому все-таки если формируется хорошая комбинация, если есть торговые паттерны, я это все пишу в своем закрытом телеграм-канале MarieKuchta для своих подписчиков. Если интересно, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал MarieKuchta, условия подписки предоставлю в индивидуальном формате, пишите мне в личку, и все условия по подписке я озвучу вам в личку. Также напомню о том, что я провожу индивидуальные курсы обучения по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Ребят, кому интересно, тоже пишите в личку, информацию по обучению предоставлю, можем с вами выйти на связь, обсудить все моменты, которые вас интересуют. Отвечу на ваши вопросы, расскажу, каким образом проходят занятия. На занятиях все рассказываю, как отбираю паттерны, как анализирую графики, как понимаю рынок, все моменты по поводу отмены сценария, по поводу сопровождения позиций, когда входить в рынок, когда выходить с рынка, когда фиксировать часть позиции, когда стоп переведить без убыток. Все эти моменты рассказываю на индивидуальных курсах обучения. Интересно? Обращайтесь, пишите в личку, все мои контакты есть под видео. Также не забывайте подписываться на мои открытые ресурсы, это YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер», где, как вы уже видели, сами убедились, я даю торговые идеи, торговую аналитику, торговые рекомендации по основным финансовым инструментам. Подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь на мой открытый телеграм-канал «Мария Кухта Трейдер», где тоже я делаю апдейты время от времени своих предыдущих публичных торговых идей. Но не всегда, ребят. Почему? Потому что в закрытом канале уже непосредственно ребята получают и точку входа, и сопровождение, и рекомендации дополнительные, и апдейты предыдущих моих торговых идей, и так далее. То есть вся эта информация предоставляется для подписчиков закрытого телеграм-канала. Публично, да, иногда могу сделать какие-то свои корректировки и показать соответствующие корректировки вам, как я это сделала по наизландскому доллару, и, соответственно, вы могли воспользоваться моей торговой рекомендацией на покупку, и уже четверг-пятницу на прошлой неделе отлично заработать на покупках по валютной паре и NZD-USD. Так, подписывайтесь на мои открытые ресурсы. Также напомню о том, что у меня еще присутствуют мои ресурсы в Фейсбуке. Это моя страница Мария Кухта Капитал, открытая страница, и группа закрытая Мария Кухта Трейдер. Тоже подписывайтесь, ребята, кому интересно. Ну что ж, не забывайте, не забывайте в комментариях писать свои отзывы, не забывайте писать свои вопросы. Если есть у вас вопросы по каким-то инструментам, пишите тикеры инструмента в комментариях. Обязательно буду отвечать на ваши вопросы в следующих обзорах. Поэтому если есть какие-то вопросы по инструментам, по рынкам, по любым рынкам, все рынки рассматриваю, любые инструменты рассматриваю, все инструменты анализирую, поэтому есть вопросы, пишите тикеры и разберу этот инструмент на следующем обзоре. Ребят, всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, не забывайте поставить лайк. Благодарна за предыдущий комментарий, благодарна за отзывы ваши, за реакцию. Ждут вас свежего фитбэка и до новых встреч.